И снова доброе время суток. Сегодня у нас на обзоре масляный фильтр Goodwill. Такая вот новиночка OG-130HQ. Фильтр, как написано на сайте, заменил старый OG-130, который был синего цвета. Фирму Goodwill знаем, что без HQ довольно-таки посредственные фильтры. Можно сказать, что они даже плохие. А вот HQ вполне себе отличного качества. Сегодня мы еще раз проверим этот факт. Указаны модели применимости. В основном это ваговские номера указаны. Хавейловский номер для двигателя 2 литра. F7, F7X, H8, H9 Хавалы. Полный список фильтров здесь указан. Довольно-таки удобно сделано. Написано, сделано в Корее, а не в Китае. На фотоотчете, который по ссылке к видео, можете перейти и посмотреть детальнее упаковку. Поехали. Резьба на фильтре идеальная. Ни за что даже не цепляется жало. Втулку выкручивать не стала. Смотреть, как там резьба. Не так понятно, что все нормально. Указан с внутренней стороны даже размер резьбы 3 четверти дюйма. С обратной стороны основание выглядит вот так вот. Есть только под большой шестиграник. Кстати, резинка в стиле мана. Две полоски желтых. И сама структура. Вот видно накатка ребристая такая. Вдруг кто-то захочет отличить подделку от оригинала. Это будет как основной признак, на что смотреть. Уверяю вас, подделывать Гудвилл никому в голову не взбредет с его низкими ценами. Обратный клапан. Сто процентный силикон. Типичный для Гудвилла HQ. Красного цвета. В минус 20 не дубеет. Вот это есть такая кромка другого цвета, куда прилегает клапан. Видно, что ни на отверстие, ни на точечную сварку, которой здесь нет, не прилегает. Так вот это выглядит. Поджимается катушкой. Есть преднатяг на закрытие. Сейчас попробую показать. У нас фокусировка какие-то проблемы опять. Выглядит это вот так вот. То есть порядка двух миллиметров преднатяг на закрытие есть. Должно быть все очень герметично. Привет некоторым товарищам, которые вечно пишут продуй фильтр воздухом. Вон здесь и этот клапан может продуваться воздухом. Но совершенно другое будет дело в масле, как это будет работать. А то, что вы здесь набираете какую-то воду, здесь наливаете, так все равно воздух-то подается через центральное отверстие. Сюда идет воздух. Так что хватит писать глупости в комментариях. Заливка герметиком прекрасная. Равномерный, толстый слой. Никакого не проклея нету, даже близко. Капель тоже нету. Перепускной клапан бежевый пластик. Типичный для Гудвилашки. Везде одинаковая конструкция. Видно, что свой какой-то завод нигде не заказывает. Расчетное давление перепуска 2,36 атмосферы. Очень близко к параметру MANA 719-45, где заявлено 2,5 атмосфера. Площадь фильтрации 1335 квадратных сантиметров. Вес бумаги 20 грамм. Толщина материала 0,44 миллиметра. Такая подпорная пружина очень небольшого размера. Прекрасно разжимает фильтр, когда болгарка завершает разрез корпуса. То есть, все выявлено очень точно в каждый миллиметр. Дополнительный обратный клапан в центре также из белого пластика. Ну, из бежевого пластика. Работает четко, легко. Есть вот такая штамповка седла. Визуально все должно быть герметично. Центральная туба превосходная. Никаких опасных элементов нет. Отверстия очень такие сглаженные. Ни за что не цепляется палец. Образцовая туба. По длине видно выверено все отлично. И здесь цепляет герметик, и здесь цепляет герметик. Некоторые бывают туба короче чем надо, и герметик не цепляет. Фильтровальная бумага типичная для масляных фильтров. Каких-то проблем нет. Видно, что в цвете камеры переливает вот эти волокна синтетические, как стекловолокно. На разрыв очень тугая бумага. Рвется с усилием. Видно волокна как лезут. Так что фильтр заслуживает оценку. 5 с минусом. Но минус в данном случае не из каких-то косяков. Это чистая формальность для позиционирования фильтра. Чуть ниже тех, которые имеют оценку 5 баллов. Фильтр, кстати, полностью. Копия маршала ML1181. Вот сейчас вместе их расположил. Абсолютно идентичные элементы, как видим. Вот клапана. Дополнительный обратный клапан в центре. Перепускной клапан, как видим. Один в один. Даже если не подписать, все это можно легко перепутать. Чуть только разница в давлении. Ну, это погрежность в жесткости пружины. Возможно, где-то пружина на перепускном клапане короче, где-то длиннее. Может жесткость отличается. Здесь 1,91 атмосфера давления перепуска. Здесь 2,36. Те же самые обратные клапана основные, которые на входе масла. Вес бумаги 21 грамм. 20 грамм. Получина 0,45-0,44. Тут может просто банально погрешность измерения центральной тубы. Видимо, одинаковые. Так что переходите по ссылке в описании. Подписывайтесь на телеграм-канал. До свидания.